Первый поединок, уважаемые дамы и господа, Сахин О'Нур против Александру Нидельку. Очень приличная разница в возрасте, целых 12 лет. Нидельку 30, Сахину О'Нур всего 18. Но с другой стороны, Сахин О'Нур на 3 килограмма тяжелее своего оппонента и на 5 сантиметров выше. Высовая категория до 86 килограммов. Кстати, О'Нур Сахин тренируется под руководством Исмаэля Лонта, известного кикбоксера, который был финалистом мирового гран-при в тяжелом весе, где проиграл Мирка Кракопо. Ну и сейчас у нас с вами торжественная часть, такая официальная, специально приглашенные гости, важные персоны находятся в ринге, которые, вероятно, сейчас будут говорить какие-то слова. Да, очень здорово. Средства, видимо, от этого турнира, я так думаю, что, ну или какие-то другие деньги, будут направлены в помощь детишкам, которые страдают тяжелыми онкологическими заболеваниями. Это, конечно, очень хорошо, очень правильно, и это нужно показывать обязательно, об этом нужно говорить, и помогать, конечно, тоже обязательно нужно, не словами, а, по возможности, делами. Ну что ж, официальная часть у нас с вами завершена, и настало время бойцам появиться около ринга и в ринге непосредственно, и я уже буду вам о них рассказывать более предметно. Как я уже сказал, Анур Сахин занимается под руководством Измаэля Лонта. В единоборство попал, по большей части, случайно, причем травма подсобила ему в этом, да, как это ни удивительно. Занимался футболом. Анур Сахин играл достаточно неплохо, и на тренировке он как раз ходил мимо зала Измаэля Лонта. Но потом в итоге повреждение, которое его оставило вне спорта на какое-то время, и затем уже он поговорил непосредственно с Измаэлем Лонтом, который сказал, ну давай приходи тогда ко мне в зал, посмотрим, что из тебя выйдет. И вышел очень-очень талантливый боец, 18-летний, у которого все впереди. И сегодня, кстати, у него будет весьма и весьма приличная проверка. Ну, а сейчас мы видим, что выводит у Нура Сахина Майк Пассанье, большой Майк. Ну, может быть, и в зале Майкс Джим тренировался у Нур Сахин. Просто у меня была информация о том, что у Измаэля Лонта тренировался этот боец. Ну, может быть, и с Майком Пассанье в том числе тоже сотрудничать. Да, вот мы видим, написано на спине у Нура Сахина Исмаэль Лонт, то есть все правильно. Но, с другой стороны, иметь такого бойца, такого тренера в углу, точнее, как Майк Пассанье, этого дорогого стоит. Талантливейший специалист, очень многих чемпионов взрастил и продолжает это делать. Поэтому, конечно, большое дело, если у вас в углу находится такой человек, как Майк Пассанье. Кстати, несмотря на свои такие достаточно крупные габариты, очень здорово бьет ногами. Майк Пассанье. И его оппонент из Румынии, Александр Неделко. Оппонировать он у Русахину будет Александр Неделко из Румынии. Местный спортсмен, поэтому, скорее всего, симпатии болельщиков будут на его стороне. Неделко боксировал на турнире Biggers Better. Это турнир боксерский, коммерческий. Там восьмерка. Весовых категорий нет. То есть она открытая, абсолютная. То есть может там встретиться такой боец, как Александр Неделко, который весит 85 килограммов. И такой боец, как, скажем, Евгений Орлов, который, кстати, это соревнование выигрывал, насколько я помню. Также Александр Неделко проигрывал болгарину Димитару Ильиеву, опытному спортсмену, который, кстати, встречался с нашим Артемом Левиным. Ну, как вы понимаете, потерпел поражение, но все это говорит лишь о том, что Александр Неделко опытный спортсмен. И сегодня у Нуро Сахина будет очень-очень непростая задача. 11 wins, 3 losses in one draw, 2 wins by way of knockout. Ladies and gentlemen, from Turkey, Оноур Сахин! And his opponent standing in the red corner, weighing 82.6 килограмм, and standing 184 centimeters tall. Смотрю я сейчас на Ring Girl, которая проходила по рингу, и лишний раз убеждаюсь в том, что не нужно никого одевать, нужно оставить все как есть. Но это мое личное мнение. Конечно, у других промоутеров и организаторов боев может быть мнение совершенно иное, но вот я, пользуясь случаем, хотел бы высказать свое такое видение ситуации. Ну да ладно. Девушке, это все, конечно, хорошо, но не за тем мы здесь сегодня собрались. На повестке дня у нас кикбоксинг, турнир Суперкомбат и первый бой. Еще раз напомню, Оноур Сахин из Турции против румына Александру Неделко. Молодой турок против опытного румына. Смотрим. Как всегда, Майка Пассанье очень хорошо слышно. Он всегда очень эмоционально подсказывает, громко, доходчиво. Неплохой удар по туловище в исполнении Неделко. Здорово отвечает тем же Сахин. Удар коленом в прыжке. Не тушуется абсолютно турок. Несмотря на меньший опыт, достаточно смело работает Оноур. Смело, но не бесшабашно, да, то есть с оглядкой. Все пока достаточно четко. Вкладывается в удар справа у Нур Сахин. Здорово. Неплохо пробивает справа и Неделко. Пока что у нас защита преобладает над нападением. Видимо, на заднем плане, как переживает Майк Пассанье за своего подопечного, который пока что предпочитает работу первым номером. Сейчас пропустил пару ударов Сахин, но такие не очень сильные, не совсем акцентированные. Неплохо комбинационно действует Оноур Сахин. Работает по разным этажам. Здорово чередует и комбинирует руками и ногами. Меняет стойки Оноур Сахин. Достаточно разнообразный арсенал нам демонстрирует. Александру Неделко пока не форсирует события совершенно. Он просто присматривается. Тоже ищет какие-то свои варианты. О, вот сейчас могло быть опасно. Инициатива переходит от одной стороны к другой. То Неделко начинает работать первым номером, то Оноур Сахин занимает центр ринга. Очень неплохо коленями в туловище бьет Оноур Сахин. Причем как слева, так и справа. 15 секунд до конца первого раунда. Не самый высокий темп. Бойцы, правда, периодически взрывались и демонстрировали нам многоударные комбинации. Но сам по себе темп боя не очень высок. Неплохо по туловищу в конце раунда отработал Александру Неделко. Достаточно ровный раунд, согласитесь. Сложно отдать здесь кому-то предпочтение. Но что-то подсказывает мне, что Неделко сможет еще прибавить. Это была такая для него разминка. Разведка боем, что называется. Если говорить о количестве точных ударов, то их и так-то в первом раунде было немного. Но, с другой стороны, хочется отметить удары коленом. Оноур Сахина очень здорово, очень грамотно, по месту. И, в свою очередь, хорошо работал по корпусу руками Александру Неделко. Бойцы уже достаточно разогрелись в первом раунде. Так что можно приступать к более активной работе. Традиционное напутствие Майка Пассанье. И чмок в лоб обязательно. У Майка Пассанье всегда так. Это его визитная карточка. Без этого поцелуя ни один боец не уходит на поединок. Ну что ж, традиция это тоже здорово. Второй раунд. Хороший удар ногой в туловище. Подхватил ногу у Нур Сахина. И здесь здорово разобрался Неделко. Выбросив бэкфист. Опять по туловищу хорошо попадает Румын. Опытный Александру. Конечно, здесь непросто будет у Нур Сахину. Но он уже показывает, что дозрел до больших боев. Достаточно больших. И еще раз подчеркиваю, что вот эта проверка будет для него очень кстати. Выдержит ли он ее только? Вот в чем вопрос. Неплохо пробивает с двоечки Сахин. Не будем забывать, что поединок проходит в Румынии. На ринге представитель данной страны. Поэтому по прочих равных судьи могут и отдать победу Александру Неделко. Если не будет какого-то явного преимущества. А пока никаких предпосылок к этому нет совершенно. Неделко решил подавить. Ух, попадает, по-моему. Попадает сейчас Неделко. Отбрасывает соперника к углу. Болельщики тут же включаются. Они гонят Александру вперед. Но Неделко выпускает оппонента из угла. И Сахин продолжает очень опасно встречать коленями. В голову попытался пробить, когда Неделко его зажал. Такое ощущение, что Турок подустал немного. Удары потеряли в скорости, в резкости. Тревожный это сигнал для него и Майка по сыне. Но я думаю, большой Майк знает, что сказать. Какие слова найти для своего подопечного, чтобы встряхнуть его. Чтобы у него открылось второе дыхание. Продолжает обрабатывать корпус соперника Неделко. И раз за разом закладывает левый боковой. Еще раз. Этот левый боковой пока становится такой небольшой проблемой для Онура Сахина. Который, кстати, сам практически перестал попадать. В отличие от того же Неделко, который, может быть, и голову соперника не достает. Но в туловище засаживает регулярно. Причем это чистые удары. Проходят. Они не встречаются блоком. 35 секунд до завершения второго раунда. Здесь уже преимущество, как мне кажется, есть у Александра Неделко. О, хороший удар коленом сейчас нанес Сахин. Еще один. Если такие удары будет пропускать Александру Неделко, да еще коленом, все может повернуться в абсолютно другую сторону, в противоположную. Поположную. Молодец. Онур Сахин улучил момент и несколько раз здорово пробил коленом. Но это говорит о том также, что у Александра Неделко достаточно крепкая челюсть. Неплохо провел концовку раунда Онур Сахин, но все-таки мне не кажется, что этот самый раунд он выиграл. Опять же, это мое субъективное мнение. Может быть, вы, уважаемые друзья, считаете как-то по-другому. Но преимуществом, инициативой в этом раунде, как мне показалось, владел Александру Неделко. И продолжаю настаивать на том, что бензин потихоньку заканчивается у Онура Сахина. Может быть, и с этим была связана такая небольшая пауза во втором раунде. Именно с этим было связано то, что отдал инициативу Онур Сахин для того, чтобы уже выходить на третий раунд на решающий во всеоружии, что называется. Все готово к началу третьего раунда. Поменял стойку Онур Сахин для того, чтобы зарядить коленом голову, но не получилось. Пока не получилось. И, кстати, неплохо апперкот пробивает Сахин. И сейчас так нагрузил оппонента точными ударами. Да, действительно, вот эта пауза, видимо, она была сделана намеренно абсолютно, потому что сейчас Онур Сахин начинает работать по-другому, гораздо активнее. Опять по туловищу Неделко пробивает. Побольше сил сохранил румынский боец, как мне кажется. Хорошо, лоу-кик по внутренней стороне бедра от Неделко. Правый сбоку доходит до цели у румына. Начинает пятиться Онур Сахин. Сил, видимо, осталось совсем мало у него. Но продолжает он отбиваться. Достаточно опасно контратакует. Над функционалкой, конечно, надо еще поработать. Он у Русахину. Но 18 лет парню. Все впереди, конечно же. Хотя отчего это я его хороню-то раньше времени. Еще минуту 30 работать. И все может быть. Пытается вкладываться в удары Онур Сахин. Пытается отправить соперника в нокдаун. Еще лучше в нокаут. Пропускает левый снизу Турак. Хороший хай-кик. Качает головой Онур Сахин. Да, в блок он пришелся. Но тем не менее. Заканчивая сила Ива Александру Неделко. Но он по-прежнему оказывает давление. По-прежнему диктует свои условия. Попытался сейчас тайсоновскую связку применить Онур Сахин. В предыдущем эпизоде сдвоенный апперкот по туловищу и в голову. С правой руки. Хорошо. Опять по корпусу заряжает. Туда в обвод руки Александру Неделко. Вот эти удары по туловищу, кстати, сказались. На функциональной готовности Онура Сахин. Сомнений в этом абсолютно никаких. Хорошо. Сейчас ушел от правого Неделко. Но вот его контрлевый не дошел до цели. Неплохо встречает с двойки Онур Сахин. 10 секунд чуть больше до конца этого боя. Лоу-кик отвешивает Сахин. Из последних сил сражается молодой турецкий боец. Но в характере Онуру Сахину точно не откажешь. Видимо, что и Александру Неделко этот бой дался весьма и весьма непросто. Вот, очень хороший апперкот в самом начале раунда получился у Сахина. Но тут же пропустил левый боковой. Вот, и прекрасный левый снизу в исполнении Неделко. Ждем судейского вердикта. Мне кажется, что бой выиграл Александру Неделко. Ни в коем случае не пытаюсь я диктовать свою волю судьям. Тем более, что мне это просто и не удастся в силу того, что я нахожусь здесь, а не там, рядом. Поздравляем Александру Неделко с этой заслуженной абсолютно победой. Ну а Унуру Сахину не расстраиваться. Ну а Унуру Сахину не расстраиваться.